МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сосульки-убийцы. Боюсь, конечно. Но я уже знаю, что у нас сосульки висят, я поэтому хожу где-то в стороне. Насколько эффективно убирается налить, снежные шапки и сосульки с крыш многоквартирных домов, выяснял Тагир Валиде. Вывозят мусор без торгов. В рамках судебного разбирательства мы уже сможем определиться, правы ему в своих рассуждениях или не правы. Почему западный рекоператор не торопится исполнить предписание УФАС, узнала Алияха Ирудинова. Печати почет. Для нас вы всегда были прокурорами. Фарид Мухаммедшин поздравил журналистов республики с Днем российской печати. Опираясь на какие традиции СМИ республики идут в будущее, Рамиль Шайдуллер. Сегодня Рустам Мениханов принял участие в Гайдаровском форуме. В президентской академии собрались ведущие мировые эксперты и руководители госорганов. Тема форума этого года «Россия и мир – приоритеты». Президент Татарстана принял участие в сессии «Как развивать бюджетный федерализм», как отметили тема одна из самых актуальных. 60% российской казны формируют около десятка регионов и постоянно меняются правила перенаправления средств. Как должен быть выстроен этот процесс, мнение выслушал Дмитрий Аринин. Для меня важно, чтобы была постоянность. 5 или 7 лет мы не трогаем. Условия вот такие. Как должны быть выстроены межбюджетные отношения, Рустам Мениханов обсуждал с председателем счетной палаты Алексеем Кудриным и губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Модератором стала профессор МГУ Наталья Зубаревич. Сейчас 60% бюджета страны формирует 9 регионов-доноров, в их числе и Татарстан. «Если взять по отношению к нашей республике, все перетекает в федеральный бюджет. Тихо-тихо, то это забрали, то это, то это. И этот момент он есть. Я понимаю, что у федерального бюджета тоже большие задачи. Есть вопросы обороны, есть оборона правопорядка, есть другие. А поэтому вот здесь надо находить нам общие компромиссы». В прошлом году Татарстан лишился 30 миллиардов рублей из-за отмен налоговых льгот для добычи сверхвязкой нефти и для выработанных месторождений. «Тепловым методом мы добываем, а налоги платим, как будто добываем классическими. Но нас не услышали. Но это наш бюджет, мы потеряли налог на прибыль, и нефтяная компания потеряла инвестиционные свои заставляющие». Участники дискуссии поддержали Рустама Миниханова. В частности, губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, если федералы забирают у доноров средства, они должны их компенсировать. «Проблема, которую мы видим, тоже сегодня она уже прозвучала, что федеральные решения формируют дополнительные или новые расходы для регионов, и это неправильно, и они должны, безусловно, компенсироваться. И даже в бюджетном кодексе есть такая норма, но она так выполняется не всегда». Как отметили на сессии форума, в последние годы большой поддержкой регионам стали инфраструктурные программы и национальные проекты. По ним в этом году Татарстам получит более 30 миллиардов рублей. Тема бюджетного федерализма очень актуальна, заявил Рустам Миниханов. Необходимо достичь общего понимания, чтобы регионы укрепляли свои базы. Дмитрий Аринин, Дина Газалеева, Александр Ярошов, ТНВ, Москва. Президент Рустам Миниханов избран председателем Совета Ассоциации инновационных регионов России. Решение принято абсолютным большинством голосов в ходе общего собрания. Мероприятие прошло сегодня в Москве в рамках Гайдаровского форума. Ассоциация объединяет 17 наиболее сильных субъектов страны и помогает их экономическому взаимодействию. На общем собрании, которое сегодня провел Рустам Миниханов, участники договорились собрать реальные предложения от регионов по усовершенствованию системы строительства, ЖКХ и городской среды. Они будут рассмотрены на уровне комиссии Госсовета. Кроме того, президент Татарстана после заседания рассказал журналистам о цифровизации, которая сегодня движет экономику. Вот даже в пять раз выросла электронная торговля, только по нашей республике. Маркетплейсы развиваются, люди меняются. То есть классический ход, когда люди ходили туда за справкой, сюда, в магазин, билеты заказывали, мучили. Вся эта система очень за короткое время, она реализована. Но она требует же ответных мер с нашей стороны. То есть одно дело, есть потребность в этих услугах. Второе, это мы должны быть готовыми. В Татарстане идет рост заболевших ковид. За последние сутки заболели 107 человек. Это на пять больше, чем накануне. 33 госпитализированы, 74 лечатся на дому, сообщает республиканский штаб. Большинство случаев в Казани 70 заболевших, в Зеленодольском районе 12, в Набежных Челнах 8, в Буинском районе 4. Рост инфицированных отмечается и в соседних регионах, в Ульяновской области, Чувашии и Мариэл. В России за сутки выявлено более 21 тысячи заболевших. Это максимальная цифра за последние две недели. От ковид скончались 740 человек. В Татарстане за сутки привились 4,5 тысячи жителей. 4,5 тысячи беременных женщин Татарстана привились от коронавируса. По рекомендации медиков, вакцинироваться можно с 22 недели. Одной из первых, кто решил защитить себя и ребенка от ковид, стала Валентина Сарапкина. Из Нижнекамска на днях она стала мамой. Почему она решила привиться и что она советует беременным женщинам, репортаж Гульнары Менихановой. На 31 неделе сделала первую прививку. Валентина Сарапкина теперь дважды мама. Старшему сыну год и 7 месяцев. Младший Евгений родился 6 января. Вес 3700, рост 50 сантиметров. Вторая беременность пришлась на пандемию. Наша героиня, не раздумывая, решила защитить и себя, и малыша. Привилась от ковид. Состояние хорошее, не болели, сильно не температурили, не ломилось. Обычно, как всегда, ничего сверхъестественного не случилось. Во-первых, сама хотела. Во-вторых, у меня заболела подруга. И могли прокисорить раньше срока. Поэтому я, чтобы не провоцировать это, решила, что это, пожалуй, последняя капля, после которой точно пойду делать прививку. На решение сделать прививку во время беременности повлияло и то, что ее семья заболела коронавирусом в начале пандемии. Испытывать судьбу Валентина не стала. В прошлом году нижнекамские врачи не смогли спасти двух беременных. Вакцинируем мы беременную женщину после 22 недель. В это время малыш, он уже сформирован. То есть, произошла закладка органов. И можно сказать, что малыш в этот период набирает вес и созревает для того, чтобы сделать свой первый вдох. Сейчас в Нижнекамске ждут появления на свет ребенка полторы тысячи женщин. Двести из них уже обезопасили себя и плод. У четверых беременных ковид. По республике коронавирусом больны 36 будущих мам. Если посмотреть близлежащие регионы, все-таки омикрон уже туда зашел. И поэтому мы планируем, мы прогнозируем, это такой худший прогноз, да, что через две недели начнется подъем. Этого времени дожидаться не стоит, говорят врачи. Привиться должны и беременные, и их окружение. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск. За борьбу с коронавирусом медики республики в 2021-м от фонда соцстраха получили больше 6,5 миллиардов рублей. Это 270 тысяч выплат врачам, работающим с ковидными больными. Об этом сегодня сообщили на итоговой коллегии ведомства. Среди главных проблем вопрос с должниками. Насколько возросла недоимка и готов ли Татарстан к полному отказу от бумажных больничных, расскажет Рамиль Галюлин. В течение года по работе с должниками были реализованы все меры. Недоимка страховых взносов. По итогам 2021-го это больше 173 миллионов рублей. На 40 больше, чем годом ранее. Почти половину из них невозможно и взыскать. Это предприятие в стадии банкротства. Наиболее крупными должниками, банкротами остаются авиакомпании «Бима» и суммы долгов более 16 миллионов рублей. Казанский завод синтетического каучука около 4 миллионов рублей. Охим, Камагрово около 4 миллионов рублей и так далее. Лейла Фазлеева призвала работу по взысканию задолженности проводить совместно с приставами. Не только ограничиваться работой Республиканской межведомственной комиссии и территориальных комиссий, сколь я предлагаю собираться в кабинете министров с участием сотрудников прокуратуры и с привлечением Государственного совета Республики Татарстан, а также профсоюзов Республики Татарстан для того, чтобы мы этот вопрос смогли раз в квартал вместе мониторить. Несмотря на такую финансовую брешь, республиканский ФСС все задачи выполнил. Фонд выплатил медикам 6,5 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом. Как отметили, в Татарстане продолжился переход на электронные больничные. Сегодня на такой формат перешли почти все учреждения Республики. И неспроста. С этого года получить пособие по временной нетрудоспособности и беременности можно только по электронному документу. Пострадавшим на производстве особое внимание от судстраха. В прошлом году льготников обеспечили средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением. Путевки получили почти 9 тысяч человек. За несчастные случаи на производстве в виде страховки было выплачено больше 2 миллиардов рублей. Это и жилищные и страховые выплаты, оплата протезов, технических средств реабилитации, автомобилей, санаторно-курортного лечения, выплаты страхового обеспечения родственникам погибших на производстве, а также профилактика травматизма на производстве. В настоящее время в региональном отделении 11 600 получателей по данному виду страхования. Сегодня региональное отделение оказывает 13 видов госуслуг. В прошлом году в фонд поступило 600 тысяч обращений. Задача на этот – профилактика производственного травматизма. Рамиль Галюлин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань. В Казани и местами по Татарстану завтра прогнозируют ухудшение погоды. Ожидается метель с ухудшением видимости до километра, порывистый ветер до 20 метров в секунду. На дорогах снежные заносы, местами гололедица. ГИБДД просит водителей быть предельно внимательными. Как сообщает гидрометцентр, осадки и сильный ветер сохранятся до выходных. Температура днем минус 13, ночью до минус 16. Обильные снегопады и перепады температуры привели к образованию снежных шапок и сосулек на крышах зданий. 30 собственников Казани в этом году оштрафованы за несвоевременную очистку крыши дворов. Завтра синоптики снова обещают метель. Поэтому административно-техническая инспекция рекомендует бизнесу и коммунальщикам оперативно убирать снег и наледь. Иначе штраф. Крыши города изучил Тагир Валеди. Оттепели сменяются заморозками. А это благоприятная погода для формирования наледи, снежных шапок и сосулек. Например, здесь, на улице Тунакова, самые большие сосульки достигают размера 2 метра длиной. Они являются непосредственной угрозой для жизни и здоровья жителей, а также для автомобилей, которые зачастую оставляют у подъездов на квартирных домах. Это подтверждают и сами жители Тунакова. Крыши здесь чистят нерегулярно, говорят они. Опасно, я считаю, тут же и дети бегают, конечно, опасно. Но часто не убирают. Боюсь, конечно. Но я уже знаю, что у нас сосульки висят, я поэтому хожу где-то стороной. Сосульки вот эти вот давно уже висят. Ну, а сейчас двить их ничего не стоит быстро, пока все раскачается. Там вот еще на нашем доме есть наружу сосульки. Мы связались с управляющей компанией, которая нам пообещала очистить крыши на Тунакова от сосулек. Но спустя два дня работы так и не начали. Уборка должна проводиться до восьми утра. А это значит, что жителям придется и дальше с опаской оглядываться на карнизы домов и обходить их стороной. Это уже дом на Чернышевского. Сюда с рейдом прибыли специалисты административно-технической инспекции. Мы проверяем в ежедневном порядке. В этом году снежный покров выпал чуть позже, чем в прошлом году. Но, тем не менее, нарушения по данному направлению у нас, конечно, имеются и фиксируются. С начала зимы только в Казани сотрудники административно-технической инспекции выписали 30 протоколов за неочищенные крыши и дворы, а также не вывоз снега. Среди нарушителей и представителей бизнеса. Нерасторопные коммунальщики и предприниматели могут быть наказаны штрафом. Он может достигать до полумиллиона рублей. По словам специалистов, наиболее сложная ситуация складывается в домах, относящихся к маленьким УК, ТСЖ и ЖСК. Например, крыша этого дома в Ахитовском районе уже поросла огромными снежными шапками. Чистить крышу этого дома на Толстого начали после обращения самих жильцов. Сосульки образуются здесь постоянно из-за конструкции здания. Сосульки собираются, мы будем так говорить, позавчера убирали снег, вот уже сосульки. То есть крыши, фактически у нас нет чердака, это плита, она является и крышей, и потолком в квартире. Естественно, нагревается, и сосульки постоянно. Работаем по заявкам жильцов. При поступлении сигнала стараемся немедленно реагировать, потому что имеется опасность схода снега. Пока пострадавших от наледей снега нет. Прошлой зимой было три случая. 17-летний подросток в результате падения сосульки получил сотрясение мозга. 61-летнему мужчине растекло нос, а 53-летняя женщина получила перелом ключицы. Ситуация осложняется погодными условиями. По прогнозу, в ближайшие дни в столице ожидается сильный снегопад. Тагир Валиди, Ильшат Мухаметов, Вадим Иларионов, Игорь Романов. ТНВ, Казань. Два дня остается регоператору УКП ЖКХ на исполнение предписания УФА. А сантимонопольщики выявили, что компания вне конкурса привлекла подрядчика для вывоза отходов. Контракт был заключен после несостоявшихся торгов, на которые не заявился ни один участник. УФАС посчитала, таким образом регоператор закрыл двери для входа на рынок других предпринимателей. Согласны ли в ПЖКХ с требованиями УФАС и что грозит в случае неисполнения предписания? Ответы в репортаже Алии Харудиновой. Начало января для западного регоператора выдалось жарким. В праздники объемы ТКО выросли в полтора раза. Вывезли 22 тысячи тонн отходов. Точнее, вывезла их единственная судподрядная организация ПЖКХ – компания «Чистый город». Десятилетний контракт на 10 миллиардов рублей регоператор подписал с ней еще в 2018 году после несостоявшихся торгов. Как считают УФАС, их нужно было провести повторно, что ПЖКХ не сделало и тем самым нарушило права других предпринимателей. Либо вывозить мусор самостоятельно. У представителя западного регоператора мнение другое. На 2018 год, когда у нас конкурс проходил, законодательство было именно таким. У нас контракт заключен на 10 лет. Расторжение невозможно, если две стороны не согласны, либо не в рамках действующего законодательства. Мы считаем, что в рамках действующего законодательства мы были абсолютно правы. И, соответственно, причин для расторжения в 2019 году не было. Еще раз повторюсь, то, что закон обратной силы все-таки не имеет. То, что три года назад явного нарушения антимонопольного законодательства не было, признает и УФАС. Тогда понятие самостоятельный вывоз ТКО в законе никак не уточнялось. Поправку внесли в 2019-м. Через год внесли поправку конкретно уточняющую, что под самостоятельным вывозом подразумевается собственными силами путем аренды техники и так далее. То есть то, о чем мы говорим. Эта поправка пришла. Мы говорим о регоператоре, ребята. Действующее законодательство, оно уточнило. Мы вас не трогали, вы работаете. Необходимо поменять свою деятельность. Необходимо понять, как это сделать по новой. Вся территория, которую обслуживает западный регоператор, делится на две части. Одна часть не менее 50% и другая. Одну часть они могут самостоятельно передать субподрядчику по договору. Допустим, передали чистому городу. Это законно. А другую часть должны разыгрываться на конкурентных основах. То есть с доступом на этот рынок множество хозяйствующих субъектов, которые имеют возможность осуществлять деятельность по перевозке ТКО. Так, к примеру, работает восточный регоператор Гринта. Отметили в Уфас и вынесли у КПЖКХ предписание. До 15 января устранить все нарушения. Компания обжаловала решение в арбитраже. Сейчас дело рассматривается в арбитражном суде. Первое слушание состоится 26 января. Обжаловать решение суда дальше представители ПЖКХ не собираются. Алия Хайрудинова, Рамзель Гарипов, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Власти Казани вынесли на общественные обсуждения проект планировки дороги дублера Горьковского шоссе. Все детали в интернет-газете «Реальное время». 20 января Ментимеру Шаймиеву исполняется 85 лет. Ментимер Шарипович стал основоположником современного Татарстана, одним из самых ярких и мудрых региональных политиков. О таких говорят политический тяжеловес. Первый президент республики, еще и блестящий оратор. В честь юбилея Ментимера Шаймиева мы представляем специальный проект. Мы собрали его самые яркие высказывания разных лет. И сегодня в нашей подборке Ментимер Шаймиев о любви к людям. Если судьба предопределила человеку быть руководителем, большим или малым, независимо, если он сам не будет любить людей, я думаю, что он заранее обречен на неуспех. Потому что когда человеку дано многое, главное, чтобы было взаимопонимание, чтобы его понимали, чтобы он мог простить все слабости и заметить сильные стороны каждого, с кем ему приходится работать, он от природы должен любить людей. Может быть, мне повезло тем, что этот народ, вот такой богатый во всех отношениях, не отторгает своего руководителя. Вот это я могу сказать. То, что отношения ко мне населения искренны, это действительно так, это я чувствую. Я и сам очень люблю. Это для меня не лозунг, я просто люблю людей. И руководитель должен любить людей. Любому руководителю, политик, он не политик, так будем говорить, значит, раз он руководитель, он еще он тоже политик, надо любить людей. Мы не должны иметь права обижаться на наших людей. Они имеют право. И это надо заранее знать, раз ты встал на это поднять. Это наши люди. Какое миссифирование взяли, сейчас уже присутствует благотворительность. Это действительно наше участие. Мы, я сто раз готов повторять, становимся лучшими. Это движение и наши поступки, они уже создают имидж нашего родного Татарстана. Мы этим дорожим, межнациональным согласием республики. Это основа нашего развития республика. Потому и хорошо развиваются, и имеют безусловные природы богатства, и интеллектуальные силы. Но для нас, если в основе не будет взаимопонимания людей разных национальностей, как говорится, далеко мы не двинемся. Ваши слова всегда служили сигналом к действию. Так сегодня Фарид Мухаммедшин начал свою встречу с журналистским пулом республики. Повод – День российской печати. В Казани сегодня собрались руководители республиканских и городских СМИ, собственные корреспонденты федеральных изданий, работающие в Татарстане. Все они, отметил глава парламента, десятилетиями делают востребованную и нужную работу. Впервые в этом году на встречу пригласили представителей журналистских династий. Рамиль Шайдулин от тех, кто обычно остается за кадром. Здесь те, кого читатели часто не знают в лицо, зато узнают их стиль и почерк. И хорошо знают их фамилии. У многих одна на всех. Они представители династий журналистов республики. Их портреты на фото-выставке. Некоторые в зале. Это уж известность имика журнала. На каждой фотографии люди, которые выбрали своей судьбой профессию журналиста. Кто-то пошел по стопам родителей, а кто-то на ниве журналистики повстречал и полюбил друг друга. Среди них известные журналисты Равиль Мукменов и Анастасия Калатырина. Журналисты, они благодарны за то, что свела их вместе. Начинали работать на одном канале. Работа переросла во что-то большее. Встретились два журналиста и создали семью. У нас сейчас трое детей. Таких влюбленных в профессию сегодня десятки. В Доме дружбы народов собрались руководители татарстанских СМИ и собственные корреспонденты федеральных изданий. Традиционно глава парламента поздравляет их с Днем Российской Печати. Он совпал тоже с одним таким большим юбилеем почти день в день с 300-летием прокуратуры Российской Федерации. Для нас вы всегда были прокурорами. Ваше печатное слово, ваше радиообращение, они для нас служили ориентиром мнения общества. С профессиональным праздником журналистов поздравил и руководитель республиканского агентства ТатМедзи. Айдар Салимгараев сделал это на татарском языке. Перед всем журналистским сообществом сегодня стоят прежние вызовы. Честно исполнять свой профессиональный долг, новые задачи в эпоху цифровизации, освоить все новые технологии. Я думаю, для журналистов всегда один вызов, это быть достоверными журналистами, предоставлять информацию, в которую журналист вкладывает весь свой профессионализм. В год родных языков и народного единства в республике журналисты воплотили в жизнь интересные проекты и десятки материалов и статей об уникальности Татарстана. Лучшие получили награды. Рамиль Шайдуль, Натальмин Дубаев, ТНВ, Казань. 11 этап ралли-марафона «Дакар» завершился победой спортсменов «Камазмастер». Первым к финишу прибыл Эдуард Николаев. 346 километров трассы его экипаж преодолел за 3 часа 55 минут. Вторую и третью позицию заняли Андрей Каргинов и Дмитрий Сотников. Антон Шибалов приехал пятым, уступив Чеху Мартину Мацеху почти 15 минут. По итогам предпоследнего заезда расстановка сил в общем зачете выглядит следующим образом. По-прежнему лидирует «Сотников». На второй строчке расположился Николаев. Сегодня Эдуард сократил отставание от Дмитрия до 8 минут. Третью и четвертую позицию удерживают Шибалов и Каргинов. Все решится завтра в финальной гонке. А на этом пока все. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. До встречи. Санаторий Шифалы Суежминвода предлагает программу для лечения и профилактики хронических заболеваний дыхательной системы. Свободное дыхание. Повышайте иммунитет и укрепляйте противовирусную защиту организма. Серьезные подарки на АЗС Лукоил. Заправляйтесь и выигрывайте запас топлива на месяц и один из 30 автомобилей Мерседес Бэнд. 30 – это серьезно. Абсолютно новые Ниссан Кашкай и Ниссан Экстрейл в автоцентре РРТ. В январе с выгодой до 150 тысяч рублей. Зимняя резина в подарок. Звоните. Срочно нужны деньги? Мы поможем. Порадуйте себя и близких уже сегодня. Оформите заявку в офисе вашего города или на сайте центрофинанс.ру. Телефон 8 800 777 37 37. Какой опасный момент. Коллекторы вышли на след и вот-вот начнут преследовать жертву. Но банкротцентр поможет списать долги. Защитит вас и вашу семью. Записывайтесь на бесплатную консультацию. Студия Софии Егорова. Здравствуйте. Компания «Данил Мастер» поздравляет вас с наступившим Новым годом и дарит возможность заказать корпусную мебель в рассрочку от 6 до 12 месяцев без переплат. Звоните 2 167 166. Пришел старый Новый год и принес с собой обильные снегопады. По данным сервиса Яндекс.Погода, Бугульмия, Баблах и Азнакаева, облачная погода сохранится. Пройдет снег, местами метель. А температура не изменится. Минус 7-8 градусов днем. В набережных Челнах, Нижнекамске и Элабуге. Также снежно и облачно. Днем не выше минус 6. Чуть прохладнее в Агрызи, Менделеевске и Актаныши. Ожидается снег. Порывистый ветер и до минус 7 градусов. В Барске, Кукмаре и Балтаси. Облачно и снежно. Возможно метель. Днем минус 8 градусов. В Болгаре, Дрожженому-Буинске. Температура на прежних значениях. Снег усилится, как и ветер. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше, облачно-снежно. Днем минус 6-7 градусов. В субботу осадков станет меньше. Температура воздуха опустится на пару градусов. Федеральная сеть медицинских центров «Докторост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. В России привыкли лучших врачей искать за рубежом. Но достойное лечение можно получить, не покидая родины. В медицинский центр «Докторост» обращаются с самыми тяжелыми заболеваниями позвоночника и суставов. Более 70 тысяч пациентов нам удалось спасти от необходимости проводить операцию и ставить протез. Приходите в «Докторост». Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни без боли – это просто. Сан-Чи – сокровище китайской традиционной медицины. Дает энергию, укрепляет иммунитет, повышает качество сна, улучшает самочувствие, способствует снятию усталости. Сан-Чи – источник энергии и долголетия. Спрашивайте в аптеках «Фармленд». В Казани ожидается облачная погода. Снег, местами метель. Ночью – минус 7, днем около 8 мороза. Ветер юго-западный порывистый. Атмосферное давление понизится и составит 732 мм ртутного столба. Влажность воздуха – 82%. Магнитное поле земли спокойное. В праздник Старого Нового Года есть возможность еще раз пожелать всем здоровья и радости, исполнения желаний и как можно больше добра. На этом наш выпуск завершен. До свидания.